Девушки отдыхают Собственники апартаментов Дома для счастья возвели палаточный городок вокруг своего разрушенного жилья. Семь лет назад в комплекс построила компания «Малинов сестрой», которая руководила Назар Набоков. В проекте были допущены изменения, не было разрешения от Минприроды, поэтому здание снесено как самострой. Назар, ну зачем ты опять это смотришь? Зачем тебе это нужно? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Назар? Назар? Назар Набоков, владелец строительной компании «Малиновск Строй». Кажется, я что-то слышал об этом. Возможно. Семь лет назад он построил в парковой зоне Малиновска комплекс апартаментов «Дом для счастья». В прошлом году руководство города полностью сменилось. Дайте-ка я угадаю. И наш застройщик Набоков лишился своих покровителей сверху. Именно так. Он ликвидировал компанию и уехал в ЧУЗ к своей гражданской жене Зое Тимофеевой. А новый мэр Малиновска внезапно обнаружил, что «Дом для счастья» стоит в природоохранной зоне. Прокуратура подала на собственников суд, который обязал их снести апартаменты за свой счет. Вчера комплекс был снесен. Оставшиеся без жилья и компенсации собственники разбили палаточный городок вокруг разрушенного здания. Никуда мне теперь одной с детьми. Понимаете, у меня ничего не осталось. Я даже не знаю, как мне дальше жить. Ты кто-то должен за это ответить. Второй погибший из числа оставшихся без жилья собственников, бывший десантник Илья Муратов. Служил в горячих точках, воевал по контракту, был контужен. По месту происшествия что? Все выглядит так, будто Муратов нашел и застрелил Набокова, написал на столе «Смерть буржуям» и застрелился сам. А кто обнаружил труп? Тимофеева, гражданская жена Набокова. Ну, Галь, логика десанта мне в целом понятна. Другое непонятно мне. Мы здесь при чем? Ну, ситуация же ясная. С Петрович. Преступление резонансное. Нужно еще раз все перепроверить. Вам придется лететь в ЧУЗ. Ту-ту. Понятное дело, что тебе решать, Надя. Это могло бы действительно классно, верю. Но эта идея может быть рискованной, правда. В общем, я не поддерживаю. Есть основания. Ну, все. Буду дома, расскажу подробнее. Надя, чао. Надя? Надежда. Надеть одежду, одеть Надежду. А, нет. Соседка-приятельница. Попросила как-то за котом присмотреть. Тебя? Я отказался, естественно. Но познакомились. Симпатично? Готовит вкусно. Прикинь, она решила квартиру в апарте покупать. Я собираюсь отговорить. Ненадежное же дело. Может, не хочешь остаться без вкусной еды? Или без соседки? Не, ну, не случайно же апартаменты стоят на пятнадцать процентов дешевле, чем квартиры. Потом, санитарные нормы, правила технических безопасностей жилых помещений, закон о тишине в них не действует, всякие штрафы, тарифы. И потом, никакой компенсации, если что. Бесплатный сыр, он знаешь, где бывает? Знаешь? Знаешь? В том-то и дело, что далеко не бесплатный. В жилье, в этом несчастном доме для счастья, многие вложили все свои сбережения. Кто-то квартиру продал. А почем там было? От четырех до пятнадцати миллионов. Страшно подумать, сколько денег люди потеряли. Ну, не зря Муратов за автомат схватился. Все. Спасибо. Я в порядке. Сдавайте свои вопросы. Неплохо. Неплохо. Алло, скорая! Программист помог. Мы его нашли. Отличный. Где он? ЧУЗ, улица Ленина, дом 7. Надеюсь, эта гнида кровью умоется. Не сомневайся, так и будет. Это что? Я взломал все существующие аккаунты Муратова и нашел вот эту переписку десантника с некой Эльвирой на форуме разрушенного дома для счастья. Что за Эльвира? Эльвира Брониславовна Филиппкина. Домохозяйка, многодетная мать, бывшая соседка Муратова, тоже оставшаяся без крыш над головой, собственница апартаментов. Ерунда какая-то. Я этого точно не писала. Ни на каких форумах я не зарегистрирована. И в интернете, в принципе, не сижу, ни с кем там не общаюсь. Почему? Ну, потому что у меня времени нет. Да и платить за него надо, а у меня денег нет. Понятно. Нам юристы все доступно объяснили. Никакой компенсации нам не положено. Это было квартиры покупать, а не апартаменты. Дура я. По закону, действительно, компенсации вам не положено. Вот именно. И что толку-то биться лбом об стену и сто раз обсасывать одно и то же. Когда вы видели Муратова в последний раз? Когда наш дом сносили. А где живет этот Набоков? Гореть ему в аду. Я никогда не интересовалась. Галина Николаевна, я проверил все устройства Филиппкиной. И что? На форуме «Дома для счастья» она с них не регистрировалась. Ну, у нее для этого мог быть другой телефон? Теоретически, да. Ну, вот. Ну, просто когда она писала Муратову на форуме, никакое другое устройство в доме, где она сейчас проживает, к сети не подключалось. А она точно была дома? Сто процентов. Это подтверждают записи камер с мини-маркета, расположенного рядом с ее домом. Значит, с Муратовым общался кто-то другой? Думаю, да. Скорее всего, этот кто-то зарегистрировался на форуме от имени Филиппкиной, чтобы помочь Муратову найти Набокова. Наши уже добрались до ЧУС? Да, они там. Жена Набокова что-нибудь полезное рассказала? Нет, она попала в больницу еще до того, как они приехали. От нервов. Она же вроде трупы нашла. Ну, давай, шмаляй уже. Да я уже выстрелил. А, ты уже? Нет, Петрович, я ни одного выстрела не слышал. Действительно, звукоизоляция в доме что надо. Ничего себе, да. Эта штука денег стоит, Петрович. Мне бы домой такую, звукоизоляцию свою. И что бы ты сделал? Ну, барабанную установку на кухню бы себе поставил. Коль. Секунду. Коля. Коля, потом ты снимешь. Вот, смотри. Коль над шаманом на стену. На ней нет следов от пуль. А судя по расположению, брызг кровь из его головы, он стрелял в себя, гляже. То есть, он лег, засунул себе астомат в рот и выстрелил? Ну, да. Очень странно. Зачем бы ему так делать? Ну, его бы спросить. Не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего там? Ну, что, на автомате следов нет. А на магазине патронах? На патронах отпечатки Муратова. А на его перчатках кровь Набокова. Значит, надпись на столе сделал он. Вроде как бы да, но смотри. На внутренней стороне перчаток есть ли деталька? Вон. От медицинских перчаток? Ну, скорее всего. Получается, что надпись сделал все-таки не он. Может быть. Этот кто-то, предварительно на себя одев медицинские перчатки, чтобы следов не оставлять, сверху делал перчатки Муратова. То есть он сделал надпись на столе, потом снял перчатки и надел к нам Муратова? Ну да, а что? Он все равно уже мертв был к тому времени. Ты сам-то что по этому поводу думаешь? Петрович, что я думаю? Что я думаю? Ну да, у Муратова реально куча причин было ненавидеть Набокова. И, возможно, действительно, он его грохнул. Ну, а кто его самого умел, получается, кто-то третий. Кто? Может, тот, кто навел его на застройщика? А может. У Муратова из родни двоюродная тетка с семьей. Только вот наследовать за ним абсолютно нечего. Да и за Набоковым, кстати, тоже. Но я думаю, что его смерть была выгодна. В первую очередь, его сожительница Тимофеевой. Ну, или можно назвать ее гражданской вдовой, как вам больше нравится. В браках официально не зарегистрирован. Но вот все его имущество оформлено на нее. Оксана говорит, что после возвращения в ЧУС Набокова расходы Тимофеевой, судя по ее банковским счетам, серьезно сократились. Наверняка они без влияния Набокова, да? Ну, с учетом того, что деньги были именно его. Почти наверняка. Думаешь, она могла захотеть от него избавиться? Думаю, могла. Ну, в принципе, да. Такой мужик, как Набоков, наверняка привык сам распоряжаться собственными деньгами. Причем, независимо от того, на кого они формы не записаны. Поеду в больницу. За Тимофеевой. А я здесь сам справа. Постоюсь, Жень. На форуме среди ранних сообщений лжи Филиппкиной я нашел ссылку, через которую на смартфон Муратова загрузилась программка «Шпион». Значит, тот, кто рассказал Муратова о передвижениях Набокова, знал о его перемещениях. Да, Коля? Что? Объявляй план перехват! Что случилось, Галина Николаевна? Тимофеева пропала из больницы. Как? Вот и я не понимаю, как такое могло произойти. Что, здесь тоже, что ли? Да. Здесь тоже. Алло, Галь. Это я. Это я. Слушай, ну, у меня плохие новости. Почему опять? Что? Ну, значит, опять. Короче, нас в доме кто-то слушал все время. И более того, даже видел. Я тут нашел кучу жучков и мини-камеру. Вот-вот. Давай. Думаю. Думаю, это Тимофеева контролировала, что происходит в доме. Поняла, что ее подозревают и сбежала. Как местные могли оставить ее без охраны? Я нашел телефон, на который передавался сигнал жучков. Где он? Прямо на территории больницы. Николай Петрович, пару метров вперед. Стоп! Справа смотрите. Нашел. На смартфоне следы Тимофеевой. Симка без регистрации. Так. Ее следы есть в душевой больнице на первом этаже. Похоже, оттуда она и вылезла. А камеры проверил? Ну, а как ты думаешь? Окна душевой в поле зрения камер не попадают. Время смерти обоих вчера около двадцати трех часов. А тогда, получается, Тимофеева никого не убивала? Почему? Она в это время была во Франции. Прилетела только сегодня в восемь часов утра. Сразу из аэропорта на такси поехала домой и нашла трупы. Может, у нее был сообщник. А она обеспечила себе надежное алиби. На фото справа след из дома Набокова. Слева Майский нашел во дворе его же дома. А этот был под окном душевой в больнице. Один и тот же след. Именно. Я думаю, что их оставил сообщник Тимофеевой, который убил Муратова и помог ей скрыться. Ты можешь вычислить производителя по рисунку подошвы? Да я уже попыталась, Галина Николаевна. Нет таких подошвы ни в одном каталоге. Задание тебе будет. партийное. Заду пробирочку нам в лабораторию срочно. Хорошо. Сию минуту. На что это похоже? Где ты его нашла? В бумагах из сейфа Набокова. Похоже, номера банковских счетов и пароли. И я, как обычно, абсолютно прав. Ты, как обычно, да безобразие скромен. Должно же быть во мне хоть что-то безобразное. Пусть это будет скромность. Опа! Все деньги с этих счетов были переведены на номерной счет в Швейцарию. буквально 20 минут назад. Это точно Тимофеева подстраховалась. Телефон, при участии которого переводили деньги, находится в Чаузском лесу. Уберите собаку. Уберите собаку. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы ее нашли. Давай, скорую на дорогу. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну-ка. Опа! Вот! Петрович, ты да сам посмотри, у меня лицо все изъездное. Руки обожжены. Ну, такое ощущение, что ее в натуре пытали. Черт! А, да, я потом еще раз ходил на то место, где мы ее нашли. И обнаружил там такой же след от мужского ботинка с репленной подошвой. Пойдем попытаемся с ней побеседовать. Извините, позволите? Заякнул. Говорить можете? Что с вами случилось? Меня похитили. Кто? Он вынудил выйти меня из больницы. Куда вы меня везете? Куда вы меня везете? Зачем вы это делаете? Потом привез в лес. А, Лена! И заставил сказать номера всех счетов и пароли к ним. Нет, не надо! Не надо! Не надо! Я тебе скажу! Я тебе скажу! Скажите, а вы можете его описать? Ну, примет какие-нибудь внешности? Спортивный, высокий. Но я лица не видела. Нет, вменяемый человек не может нанести сам себе такие повреждения. Совершенно очевидно, что Тимофеева не преступник, а пострадавшая. А может быть, ее похитил сообщник? И почему он ее не убил? Зачем гипотетическому сообщнику оставлять в живых изуродованную, обворованную женщину, которая с большой долей вероятности захочет отомстить? Или как минимум сдать его? Ну, тогда я не знаю. Похоже, целью преступника были именно деньги. Кстати, похищенной суммы вполне хватило бы для компенсации пострадавшим собственникам апартаментов. Наверное, преступник с помощью Муратова пытался получить деньги с Набокова. Но что-то пошло не так. Набокова пришлось убить и Муратова вместе с ним. И тогда он похитил жену застройщика и, пытая, отобрал деньги уже у нее. Установить жучки он мог, убив Набокова и Муратова. Телефон, на который передавалась информация, он продезинфицировал и нанес на него следы похищенной вдовы. Показания Тимофеева это подтверждают. Ну и где нам искать этого умника? Может, проверить контакты Муратова еще раз и всех пострадавших собственников? Я проверял и перепроверял вдоль и поперек. Вот плохо, что у нас нет телефона Муратова. Коллеги, лепесток, который наши нашли на крыльце дома Набокова от цветка японского стирекса. Ой, я про него недавно читал. Это редкое экзотическое дерево с очень красивыми цветами и потрясающим ароматом. Ну, понятно. Ищем в Чусе высокого ниндзю, от которого хорошо пахнет. Судя по изменениям в эпидерме, лепесток отделился от венчика позавчера около двадцати одного часа. А на крыльце он оказался примерно в момент убийства Набокова и Муратова. В общем, я выяснила, саженцы японского стирекса три года назад заказывала дирекция санатория Чуусская здравница. Красавец! Ты взял пробы? Да, еще какие. В общем, стирекс этот стоял у них в массажном кабинете, где массажистом числятся некий Демьян Шумахин. И что? Да пока вроде ничего, но странно, что в ночь смерти Набокова этот Шумахин остался ночевать на работе. Камеру проверил? Конечно. Из здания он не выходил, по крайней мере, с главного входа. Правда, мог выбраться через заднее окно. Оно не попадает в поле зрения камеры. И через него же вернулся. Логично. И где этот массажист? А я не знаю. Дома, наверное. А, он на работу сегодня вышел. Поехали, его проведаем. Демьян Павлович Шумахин. Сорок лет, живет один. Пятнадцать лет работает массажистом в Чуусской здравнице. Проверил его контакты? Судя по ним, ни с Набоковым, ни с его женой, ни с убитым десантником, ни с кем-либо из бывших апартаментов владельцев он не пересекался. Может быть, тот из его близких был с ними знаком? Из родных у него только брат Василий живет в соседнем городе. И он тоже с нашими фигурантами не контактировал. Шумахин! Шумахин! Что за запах? Шумахин! Все отсюда! Петрович! Капитан! Респираторы! Мертв. Вот, попросили. Уверю. Ну что? Зашили очень аккуратно. Шрамы останутся? И как мне жить теперь такой уродиной? Да лучше б тот нелюдь убил меня в том лесу. Ну что вы такое говорите? Шрамы можно зашлифовать. Ну, хотя бы попытаться. Зоя, вы знаете этого человека? Нет. Я его никогда не видела. Галина Николаевна, можно вас на минуту? На роман-лампе в комнате Шумахина опера нашли следы токсичного эфирного масла семейства Марьевая. Видимо, от этого массажист погиб. Зачем ему масло Марьи? Его используют в микроскопических дозах как отдушку для косметики. Петрович, ты где тут? Здесь. А, короче, я нашел масло Марьи в бутылочке с номером пять. А судя по записям массажиста Шумахина, там должна быть смесь из нироли, жасмина и ланг-иланга. Кто-то подменил? Возможно. Да, еще. В его обувном шкафу есть следы почвы с участка набоковой. Так. След ботинка с рифленой подушкой, с которой мы неоднократно встречались. Ну, это может быть ботинок массажиста? Может. Хотя в его доме ничего похожего нет. Но он мог и выбросить. Заключение готово? Еще нет. Могу на словах. Меня интересует время смерти. Около часа ночи. Он действительно отравился токсичным маслом Марьи, а еще на его запястьях и усах есть следы пороховых газов. А в кармане его жилетки Оксана нашла микрочастица обожженных волос Муратова. Видимо, Шумахин вырубил его электрошокером. Электрошокер спрятал в карман, а потом выбросил. А потом он избавился от следов электрошокера на голове, разнесся выстрелом в затылок. Значит, это Шумахин убил Муратова и Набокова и похитил Тимофееву. Галина Николаевна, я нашла в пробах из кухни Шумахина следы измельченных листьев Марьи. Получается, массажист сам приготовил ядовитое масло. Судя по следам, посторонних в его доме не было. Это очень странно. Но почему? Может, у него проснулась совесть, он наложил на себя руки. Все-таки двоих убил, одну покалечил. Мне категорически не нравится гипотеза, что человек, укравший 500 миллионов рублей, покончил с собой. Да уж, не самый лучший момент. Думаю, масло подменил кто-то, имевший доступ в дом Шумахина. Этот же человек мог изготовить масло прямо там, в доме. А может, брат Шумахин что-нибудь понятное расскажет? Например, у кого были ключи от дома массажиста? Кстати, у него самого они наверняка были. Брат был помешан на эфирных маслах. Демьян постоянно бодяжил их в разных пропорциях, сочинял новые ароматы. По выходным он готовил набор на неделю, разливал по бутылочкам. Масло из первой бутылочки он сжег в понедельник, и второй во вторник, ну и так далее. А кто знал о таких его привычках? Да все. У него даже аккаунт есть в сети про эти масла. Понятно. Когда вы были у него в последний раз? Пару месяцев назад. У вас есть ключи от его дома? Есть. Василий Павлович, это чьи ботинки? Мои. А что? Посмотри, Вань. Вот это вот фото подошвы ботинок Василия Шумахина. А вот это след спецпреступлений. Рисунок подошвы совпадает, но только у Шумахина обувь на два размера меньше. А что это за ботинки вообще? Почему их нет в каталогах? Мне эти шузы приятель подарил. Они вообще неубиваемые. Я лет пять их таскаю в хвосте в гриву, а им с носу нет. А у приятеля они откуда? Он служил во французском легионе, хвастался, что их специально заказывали для нескольких подразделений. Вещь. А этот ваш приятель сейчас он где? В Египте. Он уже пару лет там живет. Среди вещей, изъятых из машины Шумахина, есть салфетки для обуви с эмблемой отеля Роза Чауса. Но в его контактах передвижения к телефону этого отеля нет. Надо бы проверить, что Шумахин там делал. Я выяснил, где и когда заказывалась партия этих неубиваемых ботинок. Так. Из всех служивших в тех годы во французском легионе сейчас в России находится только один человек, Глеб Алексеевич Раевский. Что о нем известно? У него вид на жительство во Франции. Постоянно проживает в Марселе. Владеет небольшим рыбным рестораном. Десять дней назад перед поездкой он забронировал квартиру в Москве на сайте аренды недвижимости. Алло, Коля? Привет, красота. О, с прибытием. Спасибо. Короче, вроде чувства Демиана Шумахина познали. А что он там делал? Женщина там бывала. О, как? Давно? Последний раз пять дней назад. А что за женщина? Ну вот описать ее сотрудники не смогли, к сожалению. Она постоянно приходила в платке и в очках. Вскрывала, значит. Похоже на то. А что в коробке? Не поверишь, грязное белье. В каком смысле? Ну, в прямом. Оксана, грязное постельное белье. Все, как мы любим. Издеваешься? Дело в том, что в прачечную белье из гостиницы уезжать раз в неделю. До тех пор оно хранится в подсобке. Ну вот я и изъял. Позвлекайся. А я пойду, пусть в самолет все придут. Что-то меня укачало как-то. Давай, отдыхай. Рады тебя видеть. Ой, я тебя тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Глеб Алексеевич Раевский? Да, чем обязан? Федеральная экспертная служба, майор Круглов. Вам придется проехать со мной. Не советую. Хорошо. На постельном белье из гостиничного номера Розы Чауса обнаружены ваши биологические следы. Ваши и Демена Шумахина. Вы с ним были любовниками. И именно его руками вы убили своего мужа Илью Муратова. И именно вы подменили масло, зная, что в пятницу после убийства Шумахина им воспользуется. Раевский там все рассказал. Кто такой Раевский? Память короткая. Ну, этот. Мы с Илюхой служили вместе в Африке. А потом поддерживали связь по мессенджеру. Что Муратов вам рассказывал о своих планах? Да он с катушек слетел после того, как дом разрушили. Рвался похитить этого типа Набокова, чтобы потребовать за него выкуп. А убивать застройщика никто не собирался. Мы солдаты, а не убийцы. А вам-то это все зачем было нужно? Хотел подстраховать товарища, не мог бросить его одного в таком состоянии. Я ждал в машине возле дома. Илюха так и не вернулся. Я зашел внутрь, увидел. и поставил жучки и камеру, чтобы быть в курсе расследования. Зачем вы взяли жучки с собой? Мы с их помощью хотели контролировать Набоковскую бабу. После того, как потребуем выкуп за ее мужика, мало ли, вдруг бы в полицию побежала. А услышав, что ее подозревают, вы ее похитили? Что вы делаете? Мне, пожалуйста, не надо, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы мне нужно? Чтобы ты мне все рассказала и все отдала. А откуда у Муратова автомат? С войны привез. А что он еще привез? Да вроде ничего больше. Там же не так, чтобы что хочешь, что и бери. Очень на это надеюсь. Илья был хорошим человеком. Он все свои боевые вложил в покупку этой треклятой хаты. Хотел жить в хорошем доме, в красивом месте. А когда человек теряет все, он зачастую теряет себя самого. А чего хотели вы, Глеб Алексеевич? Подождать, пока все уляжется и отдать деньги оставшимся без жилья собственникам. Это благородно. Дело не в благородстве. А в чем? Я не хотел, чтобы Илюха погиб напрасно. Это неправильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...